Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье. Мы записываем эту программу накануне «Судного дня». Судный день – это самый важный день в Израиле. Останавливается все, останавливается транспорт, готовится полиция, чрезвычайные меры безопасности применяются по всей стране. И об этом и о многом другом мы побеседуем сейчас с пресс-секретарем израильской полиции, майором Михаилом Зингерманом. Михаил, добрый вечер! Добрый вечер! Ну, прежде чем мы поговорим о подготовке к Судному дню и последующих праздников, я бы хотел задать вопрос по поводу вашей работы в Умани. Мы уже неоднократно отмечали в наших программах, что отряд израильской полиции, вы в том числе, работали в Умани, работали совместно с украинскими коллегами по поддержанию порядка и обеспечению безопасности. Более 35, как уже говорят, около 40 тысяч паломников было в Умани. Михаил, первый вопрос. Как прошла командировка? Были ли какие-то чрезвычайные ситуации? Ну, знаете, действительно, мы несколько дней назад возвратились из Украины. 11 офицеров полиции Израиля. Была очень интенсивная работа практически каждый день. Очень важная и самая главная задача, конечно, которая стояла перед нами и перед нашими украинскими коллегами, это обеспечить безопасность. Безопасность тех людей, которые находятся там. Это 40 тысяч паломников и плюс, конечно, украинские граждане, которые постоянно там и работают, и проживают именно в этом месте. А мы говорим о радиусе километра от могилы Раби Нахмана. Там они практически все проживают, и там практически все обряды происходят. И действительно, да, можно сказать, что мы эту задачу выполнили. Вторая задача, которая стояла перед нами, это обеспечение общественного порядка. И эту задачу мы также выполнили. Это было очень непросто, конечно, это делать. Но мы, я думаю, очень серьезно помогли. Помогли нашим украинским коллегам. Это и знание языка, это и знание определенных правил и определенных тонкостей менталитета этого населения. Естественно, знание Уголовного кодекса израильского и получение, конечно, онлайн, оперативной и следственной информации, которую мы моментально передавали нашим коллегам, обмениваясь с ними этим практически каждый день. Михаил, у вас было всего 11 человек. Мы понимаем, что это далеко не все, так сказать, полицейские, которые обеспечивали безопасность. Сколько было примерно представителей правопорядка с украинской стороны? Конечно. Главная задача и, в принципе, вся тяжесть работы, она легла на плечи украинской национальной полиции. И я вам скажу, что работала там и было задействовано на этих мероприятиях по обеспечению безопасности во время Рошашина в Умане. 600 полицейских украинской национальной полиции плюс 200 бойцов национальной гвардии Украины. Это очень большое количество, 800 практически полицейских вместе с бойцами национальной гвардии. И, конечно, мы, но мы, конечно, очень серьезно, очень серьезно помогали. Вы знаете, самое главное в плане именно советов, в плане консультаций, в плане перевода, в плане практики, работы. У нас были в нашей делегации, во-первых, все русскоязычные, естественно, все офицеры полиции, которые владеют русским языком. То есть не было никаких совершенно проблем с коммуникацией. Мы разговаривали, прекрасно общались и по связи, и по мобильным телефонам, и в личном плане. Руководителем делегации был подполковник, офицер, руководитель одного из управлений общественной безопасности Даниэля Гам. Это действительно специалист в этой области. Это очень важный момент. То есть работа, она еще началась до нашего прибытия, как вы понимаете. И продолжалось уже все это время. В составе делегации были оперативные работники, были офицеры подразделения переговорщиков. Это очень важный момент. Кроме этого был офицер, эксперт-криминалист, несколько бойцов спецподразделения ЯСАМ. То есть в принципе они дежурили там постоянно и ночью, и днем, и утром вместе, совместно с нашими украинскими коллегами и помогали решать все вопросы, все проблемы, которые там возникают. Михаил, были какие-то инциденты за время, так сказать, вашей службы там? Вы знаете, было несколько ситуаций, которые связаны с использованием наркотиков, марихуана в основном. Да, были задержаны несколько хасидов и открылось против них следствие. Было несколько случаев квартирных краж. Было происшествие, которое связано с пропажей людей. То есть это действительно там, эти происшествия, они в большом количестве имели место, там и много детей находятся. Вы понимаете, нужно понимать, что это совершенно маленький клочок земли. Представляете, население Умани 80 тысяч, но это вся Умань, это большой город. А тот клочок практически земли, который находится возле могилы цадика Нахмана, но он мизерный практически. И там, на этом клочке земли, представляете, высадился, скажем так, десант, 40-тысячный десант. Это огромная нагрузка на этот город. Я, честно вам скажу, что я до сих пор удивляюсь, как этот город выдержал, выдержал эту нагрузку, как инфраструктура этого города это выдержала. То есть это... Это же не первый раз, это же каждый год повторяется, причем 40 тысяч это далеко не рекорд. Это, так сказать, рекорд в условиях пандемии, там бывало и побольше. Конечно, это, смотрите, там бывало и побольше, но вы знаете, с каждым годом все, в принципе, меняется, и ситуация меняется, и люди меняются, и те, конечно, методы и средства, которые задействует и полиция меняется. Нужно в этом плане очень важно сказать, что национальная полиция Украины, мы действительно видим очень серьезное продвижение. Продвижение в работе, и оно заключается во многом очень в применении высокой технологии. Высокой технологии, везде практически видеокамеры, и благодаря этим видеокамерам мы смогли действительно решить очень много вопросов. Я могу дать пример, определенное было происшествие, когда один из хасидов выходил из автомобиля, из такси, и расплачиваясь, у него случайно выпал просто кошелек со всеми документами, с деньгами. И он сразу же обратился после этого, как он обнаружил эту пропажу, он обратился к украинским полицейским, они очень скрупулезно занялись этим вопросом, просмотрели, сидели с ним несколько часов, просматривали все видеокамеры, которые находятся в их распоряжении. В конечном итоге, представьте себе, они обнаружили это место и увидели человека, который проходил там в определенный момент и подобрал этот кошелек. И это одно, но затем нужно было найти этого человека, узнать, где он живет и обнаружить его. И это было, естественно, я вам скажу, сделано украинскими полицейскими, они нашли этого человека. В конечном итоге он передал этому гражданину, израильскому гражданину кошелек с документами, с деньгами, представляете, это важнейший момент. Главное паспорт, в такой ситуации даже не столь важны деньги, как важен паспорт, который очень сложно восстановить в короткий период. Хотя вы совершенно правы, потери паспортов там имели место. Это очень, конечно, также был серьезный вопрос. И очень много паспортов было потеряно, но для этого там находился консул, представитель израильского посольства. А, то есть консул находился в Умане? Он находился в Умане специально именно для решения этих вопросов. Если у кого-то будет потерян Даркон, паспорт заграничный или у кого-то будут какие-то другие проблемы. И он эти проблемы моментально решал, у него, естественно, компьютер, все по электронной линии, полностью была связь с Министерством иностранных дел, выдавались временные документы и граждане, в принципе, уезжали спокойно на родину. То есть эти вопросы, они все решались в общем порядке. И, конечно, я вам скажу, что очень важно, что сотрудничество, сотрудничество наше с украинской полицией было действительно в этот раз, я могу использовать это слово, на высочайшем уровне. То есть ребята, наши полицейские, представляете, которые владеют русским языком, но которые прекрасно понимают и менталитет и украинский, и менталитет израильский. Я понимаю, что многие полицейские наши и украинским языком владеют. Ну, вы знаете, ваш покорный слуга, да, действительно, владеет украинским языком, и это мой родной язык, мы можем, я могу об этом сказать, да, действительно, поэтому общаться было очень легко и было очень легко работать. И это еще раз, лишний раз доказало эффективность, эффективность и необходимость нахождения русскоязычных офицеров полиции в Украине во время этих праздников, во время паломничества, Рошашина в Умане. Михаил, скажите, вот уже на завершающей стадии всех этих мероприятий, когда там начались массовые проверки на коронавирус, то, что Израиль же послал даже специально отряд парамедиков, то есть отряд полицейских, отряд парамедиков, которые помогали тоже осуществлять эти проверки. А как проходило там, были определенные жалобы, что там столпотворение, что не хватает, так сказать, большое количество людей стоят в очереди, многие уезжали там в другой город для того, чтобы сделать эти проверки? Естественно, были проблемы. Этого просто не могло не быть, вы это прекрасно понимаете, это было первый раз, и действительно, конечно, много было шероховатостей, к сожалению, мы предпринимали вместе с нашими украинскими коллегами все необходимые меры, чтобы там в этих местах, где проходили и были очереди на проверки и так далее, чтобы там поддерживался порядок. Во всяком случае, я вам скажу, что главная задача, которая была поставлена, которая была определена и которая стояла перед нами, это обеспечить безопасность всех людей, она была выполнена, понимаете, потому что угроза, мы говорим коронавирус, мы говорим другие какие-то вещи, которые делают хасиды или совершают, это понятно. Но самое главное нужно понимать, что 40 тысяч израильтян, понимаете, в одном месте это Умань, это единственное место на земле, в котором такое короткое время, на таком маленьком участке земли одновременно находится такое огромное количество израильтян, евреев. Понимаете, то есть мы прекрасно понимали, наши украинские коллеги прекрасно понимали, что это может в потенциале очень серьезно притягивать те силы, которые могут использовать или, не дай бог, совершить террористические акты. И это могло, не дай бог, привести просто к трагедии, трагедии на этом месте, поэтому работа... Ну да, такое столпотворение. Да, конечно, поэтому работа велась заблаговременно, оперативно, технологическое и в процессе, конечно, пребывания паломников, хасидов там все было сделано. Михаил, скажите, по прибытии в Израиль было сообщение, ну, не одно сообщение о том, что были случаи фиктивных этих справок на прохождение теста на коронавирус, были разговоры о том, что, ну, сам премьер-министр выступал, что будут возбуждены уголовные дела, полиция предпринимала какие-то действия, я уже имею в виду на этой стороне границы уже в Израиле. Ну, вы знаете, самое главное, конечно, полиция продолжает работу, это важнейшая работа, которая заключается в проверке тех людей, которые должны находиться в самоизоляции, это первое. Второе, те вопросы, о которых вы говорите, возможные какие-то подделки, возможные какие-то фальшивые справки, по всей вероятности, да, это имело место, но я однозначно могу вам сказать, что этого не было в массовом порядке. Однозначно, однозначно могу вам сказать, как человек, который был на этом месте, были определенные какие-то единичные случаи, они будут расследованы, полиция будет этим заниматься, и, возможно, вы знаете, в ближайшее время, когда мы будем с вами говорить, я расскажу вам намного больше подробностей и смогу рассказать и о результатах этого расследования. Михаил, последний вопрос, мы, как я уже говорил, находимся в преддверии наступления судного дня, буквально вот несколько часов осталось, то есть мы завершаем наши программы, чтобы успеть, так сказать, доехать до места жительства, поскольку дороги все будут закрыты потом. Скажите, как полиция готовится к судному дню и к дальнейшим наступающим праздникам? Мы знаем, что армия ввела СЕГЕР, так сказать, герметичное закрытие территорий, то есть в Израиль не будут допускаться палестинцы ни с газа, ни с западного берега. Как полиция готовится к осуществлению обеспечения безопасности? Конечно, готовимся очень серьезно, очень серьезно, перешли на усиленный режим работы, я вам скажу, конечно, в основном это происходит в Иерусалиме, то есть работает очень серьезная иерусалимская полиция в усиленном режиме и, конечно же, определенные части полицейских из других, других округов, которые находятся в Иерусалиме для помощи иерусалимским коллегам. Это очень важный момент, вы слышали, я думаю, что все знают о том теракте, который произошел буквально вот несколько дней назад, когда террорист с ножом в магазине напал на израильских граждан и нанес им довольно тяжелое ранение. Все молодое, но там мальчишка совсем. 17 лет, это житель района города Хеврон, палестинских территорий, да, вы совершенно правы. И там, благодаря тому, что рядом находился патруль полицейских, пограничной полиции, девушки, которые там работали, они очень быстро, девушки полицейские, среагировали и произвели выстрелы на поражение и нейтрализовали террориста. И тем самым спасли просто реально жизнь людей, которые в потенциале могли бы от этого террориста пострадать. Поэтому очень серьезная работа, очень серьезное патрулирование, огромное задействование оперативников и технологической работы. Вчера проходила молитва, очень важная перед судным днем. Это огромное количество людей просто возле стены плача находилось там, и полицейские, конечно, работали. Тысячи полицейских были там задействованы для того, чтобы, во-первых, обеспечить и безопасность, и для того, чтобы обеспечить соблюдение всех правил, которые связаны с коронавирусом. Они были разделены на капсулы, и нужно было направить всех и делать все необходимое для того, чтобы все соблюдалось. Поэтому продолжаем, продолжаем работать. Впереди еще молитвы, впереди очень серьезные проблемы, которые, по всей вероятности, будут возникать и на дорогах. Дорожная полиция Израиля приведена в боевую готовность, работает в усиленном режиме, нужно будет сделать все для того, чтобы обеспечить безопасное движение, бесперебойное движение. В то же время сделать все, чтобы граждане могли свободно, спокойно по окончании судного дня добраться домой. Я поясню нашим зрителям, что Михаил еще имел в виду, что в период судного дня все дороги в городах, в поселках и даже международние трассы заполняются велосипедистами. Дети выезжают на все улицы, и поэтому любое движение транспорта там невозможно, а бывает необходимость и в движении полицейских, и в движении машин скорой помощи, пожарников и так далее. И вот это целая проблема, да, то есть нужна целая такая логичная цепочка для того, чтобы обеспечить прохождение спецмашин. Вы совершенно правы, это еще одна часть нашей работы, и дорожной полиции, и обычных полицейских, которые будут патрулировать улицы совместно с автомобилями и пожарной безопасности, и скорой помощи, потому что имеют место определенные случаи ранений, определенных каких-то дорожных происшествий именно и детей, и взрослых, и других людей, которые находятся на дорогах, на велосипедах, на каркенетах, на других транспортных средствах, которые разрешены в этот день. Поэтому очень-очень много работы, серьезная работа, и главная задача, конечно, которая стоит перед нами, перед израильской полицией в эти дни, обеспечить безопасность. Безопасность людей, как всегда, от террористических актов, от каких-то видов определенных преступлений, потому что и в этот судный день очень много людей выходят на улицы, выходят в синагоги для того, чтобы помолиться и так далее, оставляют свои квартиры, и, конечно, полицейские патрулируют и районы, микрорайоны, где проживают граждане, для того, чтобы не позволить, не дай бог, преступникам совершить какие-то уголовные преступления, и кражи квартирные и так далее, и вокруг синагог, естественно, очень серьезное патрулирование для того, чтобы, не дай бог, никакой террорист, который мог потенциально совершить или задумать террористический акт, чтобы этого не произошло. Поэтому, действительно, да, очень много работы, я надеюсь, что наши граждане к этому отнесутся с пониманием, и, конечно, призываем, призываем практически постоянно наших людей обращаться к полиции, звонить по телефону 100, обращаться в информационную службу, и, конечно, полицейские моментально прибудут на место для того, чтобы оказать необходимую помощь и среагировать на любую ситуацию. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с пресс-секретарем израильской полиции, майором Михаилом Зингерманом. Михаил, спасибо, и хороших вам, хорошей службы, и чтобы все прошло спокойно, и Гмар Хатиматова, хорошей подписи. Всего доброго. Спасибо, Гмар Хатиматова, хорошей подписи всем. Всего доброго. До свидания.